Я приветствую вас на канале Аленин сад. Долгое время меня не было на канале, потому что мы уезжали в отпуск в Берлин. И после возвращения я решила первым делом снять для вас видео про огурцы в контейнерах. Мои постоянные зрители знают, что в этом году у меня эксперимент по выращиванию огурчиков в контейнерах. Вот в таких вот емкостях, какие я смогла найти, с добавлением специального агрогеля для того, чтобы почва не пересыхала. И мы могли наши огурцы оставлять на достаточно долгое время. Так вот, не было меня 10 дней, и вы можете наблюдать, что мои огурцы выжили. Хотя за это время не было ни разу дождя за эти 10 дней. И температура воздуха держалась на отметке 26-29 градусов. Конечно, сейчас уже огурцы политы, поэтому у них листики достаточно живенько выглядят. Тургор имеется. Вчера, когда я вернулась, листья у них висели. Но я не успела это все снять. Я, конечно же, бросила скорее поливать и огурцы, и перцы в теплице. Но все равно хорошо видно, что огурцы не погибли после полива. Они расправили свои листья и продолжают развиваться, хорошо себя чувствуют. Здесь у меня китайская серия, разные длинные китайские огурцы. Здесь гибрид Аленка и еще какой-то, я уже не помню, сорт огурчиков. А в ведре у меня два растения огурца сорта Смайлик. Смайлик это вот такие вот интересненькие огурчики такого размера, круглой формы. Это мне прислал мой зритель, постоянные семена. Но мне говорили, что кроме оригинальности формы, больше как бы ничего особенного от них ожидать и не приходится. Форма действительно очень интересная. Для засолки тоже такие маленькие арбузики. Ну вот, даже не засохли, не отвалились завязи, выросли. И множество других завязей на этих огурцах мы можем наблюдать. Нужно будет вот подвязать, они тут переплелись. Здесь гибрид Аленка вообще замечательный. В каждой развилке листовой мы можем наблюдать завязи огурцов, которые тоже не отвалились, ничего с ними не случилось. Растут, развиваются и замечательно себя чувствуют. У китайской серии у них пока что я не наблюдаю завязи, потому что они в принципе как бы немножко иначе развиваются, чем обычные огурцы. Вот здесь вот только собирается цвести женский цветочек. А в самом низу у них только мужские, обычно только мужские цветочки. В самом низу выше уже вот идут женские завязи. То есть они такие более поздние огурчики, но зато они дольше растут и развиваются. В общем, итоги такие, что гидрогель, добавленный в почву, безусловно, спас мои огурцы. Если бы я его не добавила, огурцы бы просто погибли, как у меня почти погиб душистый горошек в ведре, который рос. И в леке у меня прекрасно цвел алисум с петуней. Но за 10 дней без полива там просто все высохло совершенно. А вот эти растения продолжают расти. Так что не забывайте поставить пальчик вверх моим огурчикам. Затем, чтобы они еще лучше стали расти и порадовали уже не только листвой, но и урожаем. И подписывайтесь на канал Аленин Сад, если вам интересно, что же будет с этими огурцами дальше. Я обязательно сделаю видео и расскажу об их дальнейшей судьбе. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Аленин Сад. Я вернулась.